Антон Палыч Чехов в бане «Господин погладил себя по багровым бедрам, подумал и сказал «Банки, пожалуй, поставь, спешить мне некуда». Цирульник сбегал в предбанник за инструментом, и через какие-нибудь пять минут на груди и спине толстого господина уже темнели десять банок. «А я вас помню, ваше благородие начал цирульник, ставя одиннадцатую банку. Вы у нас в прошлую субботу изволили мыться, и тогда же еще я вам мозоли срезывал. Я цирульник Михайла. Помните-с? Тогда же вы еще изволили меня насчет невест спрашивать». «Ага. Ну так что же?» «Ничего-с. Говею я теперь, и грех мне осуждать ваше благородие, но не могу не выразить вам по совести. Пусть я меня Бог простит за осуждения мои, но невеста нынче пошла вся, непутящая, несмысленная, прежняя невеста. Желала выйти за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который все обсудить может, религию помнит. А нынешняя льстит на образованность. Подавай ей образованного, а господина чиновника или кого из купечества и не показывай, а смеет. Образованность разная бывает. Иной образованный, конечно, до высокого чина дослужится, а другой весь вех в песцах просидит, похоронить не на что. Мало ли их нынче таких. К нам сюда ходит один образованный из телеграфистов. Все превзошел. Депеши выдумывать может. А без мыла моется. Жалко смотреть. Беден да честен. Донесся с верхней полки хриплый бас. Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души. Невежа. Михайло искоса поглядел на верхнюю полку. Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле и состоящий, как казалось, из одних только кожи до ребер. Лица его не было видно, потому что все оно было покрыто свесившимися вниз длинными волосами. Видны были только два глаза. Полные злобы и презрения, устремленные на Михайло. А-а-а. Из этих, из длинноволосых мигнул глазом Михайло. С идеями. Страсть сколько развелось нынче такого народу. Не переловишь всех. Ишь, патлы распустил. Шкелет. Всякий христианский разговор ему противен. Все равно, как нечистому ладан. За образованность ступился. Таких вот и любит нынешняя невеста. И именно вот таких, ваше высокородие, ничто не противно. Осенью зовет меня к себе одна священникова дочка. Найди, говорит мне Мишель. Меня в домах Мишелем зовут, потому я дам завиваю. Найди, говорит мне Мишель. Жениха, чтоб был из писателей. А у меня на ее счастье был такой. Ходил он в трактир к Порфирию Емельянчу и все стращал в газетах пропечатать. Подойдет к нему человек за водку деньги, спрашивает. А он сейчас по уху. Как? С меня деньги? Да знаешь ты, кто я такой? Да знаешь ты, что я могу в газетах пропечатать, что ты душу загубил? Плюгавый такой оборванный. Прельстил я его поповскими деньгами. Показал барышнин портрет и сводил. Костюмчик ему на прокат достал. Не понравился барышне. Меланхолии, говорит, в лице мало. И сама не знает, какого лешего ей нужно. Это клевета на печать, послышался хриплый бас с той же полки. Дрянь. Это я-то дрянь? Счастье ваше, господин, что я в эту неделю говею. А то бы я вам за дрянь сказал бы слово. Вы стал быть тоже из писателей? Я, хотя и не писатель, но не смей говорить о том, чего не понимаешь. Писатели были в России многие и пользу принесшие. Они просветили землю, и за это самое мы должны относиться к ним не с поруганием, а с честью. Говорю я о писателях как светских, так равные духовных. Духовные особые не станут такими делами заниматься. Тебе невеже не понять. Дмитрий Ростовский, Иннокентий Херсонский, Филарет Московский и прочие другие святители церкви своими творениями, достаточно способствовали просвещению. Михайло покосился на своего противника, покрутил головой и кряпнул. Ну уж это вы что-то того, сударь, пробормотал он, почесав с отылок. Что-то умственное. Недаром. На вас и волоси такие. Недаром. Мы это все очень хорошо понимаем, и сейчас вам покажем, какой вы человек есть. Пущай, ваше благородие баночки на вас постоят, а я сейчас схожу только. Михайло, подтягивая на ходу свои мокрые брюки и громко шлепая босыми ногами, вышел в предбанник. Сейчас выйдет из бани длинноволосый, обратился он к малому, стоявшему за конторкой и продававшему мыло. Так ты того. Погляди за ним. Народ смущает. С идеями. За Назаром Захарычем сбегать бы. Ты скажи мальчикам. Сейчас выйдет сюда длинноволосый, — сошептал Михайло, обращаясь к мальчикам, стоявшим около одежи. Народ смущает. Поглядите за ним. Да сбегайте к хозяйке, чтоб за Назаром Захарычем послали протокол составить. Слова разные произносят. С идеями. Какой же это длинноволосый, встревожились мальчики. Тут никто из таких не раздевался. Всех раздевалось шестеро. Вот тут два татара, тут господин раздевшись, тут из купцов двое, тут дьякон, а больше никого. Ты знать отца дьякона за длинноволосого принял? Да выдумывайте, черти! Знаешь, что говорю! Михайло посмотрел на одежу дьякона, потрогал рукой ряску и пожал плечами. По лицу его разлилось крайнее недоумение. А какой он из себе? Ну, худенький такой, белобрысенький, бородка чуть-чуть, все кашляет. Хм-м, пробормотал Михайло. Хм-м, это я, значит, духовную особу облаял. Ай, комиссия отца Денисия, вот грех-то, вот грех! А ведь я говею, братцы! Как я теперь исповедаться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи! Прости меня, грешного! Пойду прощения просить! Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню. Отца дьякона на верхней полке уже не было. Он стоял внизу у кранов и, сильно раскорячив ноги, наливал себе в шайку воды. Отец дьякон обратился к нему Михайло плачущим голосом. Простите меня, Христа ради окаянного! За что такое? Михайло глубоко вздохнул и поклонился дьякону в ноги. За то, что я подумал, что у вас в голове есть идея. Поехали! Поехали! Продолжение следует...